всем привет друзья сегодняшнее видео будет посвящено кролику кроликам у меня их несколько немного не мало а в частности я сделал небольшой эксперимент кормил своих кроликов просто кукурузы и просто травой разнотравим здесь и пырей и мокрица и дувальчик и все в общем луговые травы там много разных полезных трав засек ровно месяц и хочу посмотреть сколько мои кролики добавили веса на такой кормежки то есть на обычной простой деревенской кормежки как кормили дедушки и прадедушки вот сейчас мы с вами все посмотрим я заготовил здесь весы коробку на коробке здесь у меня как в прошлый раз я взвешивал прошлый раз это было месяц назад я на выставке на выставке в кропотки не купил три самочки сейчас я вам все покажу мы вместе свесим и посмотрим какой привес вот такие вот моей самочки даю я им подвяленную траву ведь какие любопытные они у меня в принципе они почти ручные значит смотрите вот бабочка советская шиншилла и белый великан сейчас мы постепенно их будем с вами свежевать но вот это вот бабочка она была как бы младше всех а те две девчонки они постарше хотел еще сказать этот раз был на ярмарке и вот этих вот шиншилл прям хватали она убежала сейчас вам поближе покажу подвиньтесь пожалуйста вот друзья советская шиншилла и в наши дни тоже очень востребованная порода я в конце этого видео поставлю небольшие фрагменты выставки как ну что я видел на выставке именно этих шиншилл разбирали люди прям хватали один вторую также там будет немножко еще напоминания поставлю породистые кролики кому интересно но я вот взял себе обычных но я называю их обычных простых кроликов поэтому их их кормлю их просто трава и кукуруза почему выбрал кукурузу это тема отдельного разговора по поводу кукурузы можно видео снять и все время говорить о пользе о хороших качествах кукурузы то есть это для кормежки кроликов в принципе очень подходящий продукт зерно так сказать кукурузка сейчас будем на весы взвешивать так вот такие весы я приготовил весы детские показывают прям все тютелька в тютельку миллиграмм к миллиграмму прошлый раз у нас вот вес был белая самочка весила кило пятьсот семьдесят пять грамм а нет это бабочка написан тут почерк немножко значит бабочка первая будет взвешиваться потом будет белая взвешиваться и серебристая третья будет взвешиваться ну шиншилка которая и так берем бабочку бабочка на позиции вес тела восемьсот пятнадцать а было кило пятьсот семьдесят пять сейчас запишем кило восемьсот пятнадцать так теперь у нас белая крольчиха вес кило девятьсот стоять не падать белая хочет убежать так смотрим кило девятьсот десять до кило девятьсот десять а было кило шестьсот пятьдесят пять так девятьсот десять честно пишу так серебристая девчонка по моему сама спокойно так весит она у нас кило 800 кило девятьсот будем писать кило девятьсот я думаю девятьсот получится восемьсот девяносто пять но пусть будет девятьсот мне так будет приятней так ну вот и смотрите какой при получился привес здесь получилось 350 грамм чуть меньше здесь получилось 340 грамм 330 здесь получилось 250 вот такой привес за месяц возраст кроликов честно сказать я уже не помню но я знаю точно что когда я покупал вот этим сереньким и беленьким сказали через два месяца можно порваться они месяц у меня прожили значит через месяц можно порваться короче через месяц будет капитальная жара у нас лето но я думаю в конце лета может в августе пущу их к самцу сейчас покажу вам жениха их него он у меня живет в отдельной клеточке сейчас он нам попозирует иди сюда ну такой вот пацанчик есть в плане прививок хотел бы вам рассказать и поинтересоваться как кто же кто что думает в общем вот этих пацанов я брал хозяин говорит то что он их не прививает то есть у него такое хозяйство адаптированное но я не стал прививать но честно сказать переживаю как все пойдет девчонок тоже я у кого брал человек говорит не прививал от комара не прививал от миксоматоза не прививал но думаю посмотрим почему я принял такое решение не прививать потому что есть у меня знакомый держал огромную ферму кроликов там было у него около 1000 голов он сотрудничал с санаториями там диетическое питание и в общем все колоссу как положено и в один день у него вымерло 300 потом 200 400 и так все хозяйство за неделю легло то есть прививки все были ну и поэтому я подумал что если уж прививки не есть панацея то я пока воздержусь а там посмотрим будет видно ну пока что все нормально вот они месяц нет эти ребята у меня уже дольше живут эти уже у меня два месяца живут а девчонки месяц комаров у меня тут куча но пока все хорошо я от еще вам немножко девчонок поснимаю как они у меня травку кушают тут у меня насушена трава кстати подвялено я примерно одним днем кашу а другим днем даю то есть трава лежит в теньке витамины все сохраняются кролики видите как любят я заметил что они мокрицу поедают первым делом или от одувальчик что-то он съел такое интересное вот это вот девчонки в общем по весу они еще легкие я так понимаю поровать еще рано в общем будем откармливать до конца месяца кстати кукурузу что на показать вот друзья обыкновенная кукуруза кукуруза и обыкновенная трава разнотравия вот такие вот у меня новости на сегодняшний день в общем в принципе девчонки растут потихонечку набирают вес конечно можно было больше но не знаю мне так в принципе устраивает все хорошо это подножный корм в принципе недорого по рентабельности да если кто-то понимает подскажите может что-то неправильно делаю потому что с кроликами занялся я в принципе недавно так раньше держал ну то так не знаю в общем дилетант я в кролиководстве если кто-то что-то знает подскажите но пока вот так как правильно не знаю но вроде все хорошо ведь какие любопытные детям очень нравится кстати и мясо очень полезно будет вот там петушок у меня кричит просится на волю сейчас я наверно их выпущу ну в общем обзорчик кроликов я думаю нормально посмотрел показал то есть вот сюда я им размещаю травку специальное место для травы обязательно траву надо подвяливать особенно если кролики у вас только появились можно подольше подвяливать а так вот мои уже сутки вялю и даю в принципе все нормально до этого я кроликов держал я их приучил к траве просто вот рвал и давал но не сразу я ее подвяливал потом все меньше 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 подвяливал и постепенно перешли на обычную траву на на свежесорванную траву и жили не тужили все было хорошо а потом оставил себе 4 самочки на племя и у меня тут лес недалеко пришел какой-то хищник и подушил всех самок ведь зарядил я кормушки травой прям сразу они убежали а то просили попрошайки ну еще друзья на этом видео подходит концу до скорой встречи продолжение следует всем кролиководам привет всем всего хорошего до свидания это советская шиншилла да мой прадед держал и дед держал таких шиншилл очень хорошая порода смотрите замечательные зайки достань я подержу расхватали все по дешевке разобрали все клетки пустые здрасте а что это за порода у вас новозеландская белая новозеландская порода ролики все с клеммом привиты это здесь прививка дойдет это вот номер это месяц год и это линия родителей 5 линии хозяйстве по новозеландским без у вас тут в этом все серьезно европу завозил с европы даже завозили красавец сколько такой стоит может номер телефона кому надо плюс 8952 8363 214 да 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 это французский баран это другая борода тоже трех окрасок цвет закреплен кореновский район станица плотнировская если надо в одноклассниках антон жеребцов всем спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok